Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Допомога Добавил DimaTorzok 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 И ситуация будет выкреплена, и в ближайшее время мы продолжим наступить звольный наших украинских войск. Который был в километре от нашей позиции, собственно, от того телевизора, на котором мы смотрели новости. А днем захватили в плен один российский танк, и, собственно, документация вся на него, о том, что это Минобороны РФ, вот, ну, вы потом увидите в сюжете, как бы, эту всю информацию, потому что это реальные факты, действительно, это не заблудшие какие-то десантники, это люди, которые прорываются на несколько, ну, на 50-100 километров углубь Украины. А что за свитку, пацану? Где свитка? Тебе нам не выходят обстить в банки, после ее засыпало, видать. Ну, пацаны. Вы что, целая? Пристроечки, пизда, блин. Хлопки только что, блин. Где свитка, там, блин. Может, вы бы ебали сюда, вам бы всем пизда там было. Ну, я же, я же... Так вот, вы все. Пожар. Я не понимаю, какую нихуя нам стоять? Я не буду их зараз вулцитить, блядь, трехсотами сюда, блядь. Вчера был удар. Сейчас посмотрим последствия. Ну, вот осколки, да? Астана. Сегодня утро, 27 августа. Ну, после очередной бомбежки. Видно, что все тут упало, вон, посмотри, упала мина. Какая кратерная. Покосило все. Ну, реально, гараж, осколки. Вот, все осыпалось там. Вот, мы сидели в погребе. Мы сидели в погребе. Был такой взрыв, что погреб бетонный внизу трусился, и потух свет даже. Там свечка стояла. Якобы говорят, что вот там ДНРовцы, Россия никогда не стреляют по мирным жителям, никогда никого не убивают. Спрашивается, вот если они стоят, ну, реально, очень далеко отсюда. Они не видят, куда они стрелят. Они просто стреляют по селам. В надежде кого-нибудь убить. Разве это не убийство мирных жителей? То есть забрасывать мины просто в селах, где живут обычные люди. Хорошие местные. Вот, местные сварили нам картошечку, жиркое, я так понимаю. Отличная картошка. К тому чистую тарелку. Ага, спасибо. Вот, сейчас мы покушаем, уж реально еды особой нету. Да, что идёшь? Что идёшь? Есть, есть подписи, что-нибудь ниже. Слов-ву берёшь? Слов-ву. Нет. Третье. Директор, дядя Деломит. Тут находятся предсмондированный С 8-го толка. Наша ПТС-ка, на жаль, сгорела в автомобиле, благо, залишилась монтажка. Вот так в полевых умовах и працюем. Ну, поскольку наша машина сгорела, как я уже говорил, то я буквально перед минометом обстрела успел вытащить ноутбук, камеру, телефон. Вот все, что осталось у нас, как бы вот, и есть на столе. Сейчас монтируем видео, чтобы выложить в интернет, но на самом деле мы находимся в селебном поле, и каждые там 15-20 минут бьют по нам мины, то есть минометный обстрел. И вот пока какой есть перерыв, мы постарались загрузить, смонтировать видео, сейчас перейдите в интернет, но в любую секунду может упасть сюда мина, и мы побежим в подвал прятаться. Вот, сейчас вот бахнет. Слушайте внимательно. Вот так вот. Ну, вот так вот, каждые несколько минут у нас такая вот тут хренотень происходит. Данадцатый пункт, который расписан в прямой эфир. Китер, вы мне так много не навалите. Досту у меня есть? Все лучшее, к вашим услугам. Прием. Это лучшее. Вот, прием, спасибо. Это же само на что-то где-нибудь? Давай, дай! Запустите у них новую нашу установку. Я входят прием. Суба. Запусти туда установку. Я техники со своей позиции не бачу. И вот. Тихо меня ставим в сборной районе, я понял. Где пилот? Понял, понял. Приходит. Пацан этот. Там надо все щупом проверять. Кто есть опыт? Кто находил этих доносчиков ебаных? Коль, ну знаешь, что там подозритель, это может быть. Ча есть можно открыть? Включается, мне кажется, батарея противника. На гусеницах. Семенченко отписал, что идет. Слышу только по звуку, не наблюдаю. Они все в дымке из-за бугром. К нам колонна. Наконец-то на сутичке. Я Тинамин, прием. Придут на проявление. Щербья- Reading. В направлении Асыковово. Одна зеленая ракета... На зеленую ракета и залп артиллерии противника. Направлении Асыковово. Одна зеленая аркеракета и одновременно залп! На зеленую ракету и злоп артиллерии противника. Сет в моверном направлении динам посетов. Стопаем вместе с золками аппаратиков. Выглядим. Сегодня 28 августа Мы в окопах Под Доловайском Скажите, как провели последнюю ночь Какая вообще ситуация по личным ощущениям? По личным ощущениям Значит, ночь прошла Довольно-таки тревожная Когда тебя Откладывают минами Из неизвестной системы Залпы оружия Это одно, но когда ты ожидаешь Это совершенно другое И смотришь, в какой стороне Твои товарищи гибнут и помочь им не можешь Мне бы хотелось, чтобы Наше правительство И руководство Вооруженных сил Все-таки принимало какие-то Обдуманные решения А не гнать технику без боевого комплекта Или, допустим, пехоту гнать Без поддержки бронетехники Я просто хочу, чтобы Вся эта война закончилась Чем можно быстрее И политики договорились Чем раньше, тем лучше Потому что противоубийство Никому не нужно То, что происходит здесь в Донецкой и Луганских областях Это не больше, чем личные амбиции Обещание Януковича Кому-то там где-то Отдать кусок земли И все Добавить им нечего Очень много ошибок Тут совершается Нашим руководством В Генеральном штабе Оно даже видно на его Невооруженным взглядом Те раздробленные По сути соединения Бригады и полки Вот в частности 72-й, 25-й Их кидают по разным частям Нету именно Чтобы работала бригада В одном направлении Они раскиданы по всем фронтам Юг, Запад, Восток Это бред какой-то Нету нормального По сути снабжения Руководства Вот даже в нашей ситуации Тут много родов войск Много бригад, полков Там это самое Ну И все Ну бред Должно быть одно соединение Там одна бригада Или полки Он должен будет работать здесь А мы намешали Я думаю это специально Делает наше руководство Во главе с великим Корпчем Порошенко Который ставит на все Руководящие посты Людей по большому счету Которые не имеют свое мнение Они не руководители Это так Грубо говоря Шалки Которые имеют Имеют доступ К корыту Оттуда Привыкли хлебать Вот так нас По нам бомбят Русские патриоты Вот такая вот Хренатень Летает Вот там наш дом Улетел Здесь охуячит Я тоже ближе Так что Авака говорит Что все хорошо Тут она Ты не видел Подводная лодка Наших ВМС Всплыла Посреди поля И сразу Ядерными ракетами Разбомбила Все вражеские Позиции Там говорят Что главное Быть в касках И не кучкова Диванные специалисты У нас Большие потери Потому что Мы без касок И собираемся В кучах И кучкуемся Вот это В этом вся беда Настоящие милиционеры Сидят здесь А менты Сидят в Киеве Правильно? Киев мусора сидят Мусора сидят А менты все здесь А милиция Мусора Я да Помощи Естественно Никакой нет До сегодняшнего дня Сегодня Спрашивали По телевизору Посмотрели новости Журналисты Спрашивали Лысенко Этого пресса РНБО О том Что же там По Иловайску Прибыла ли помощь Что по поводу митинга Лысенко сказал Что Это устарела информация Уже помощь тут есть Все хорошо Все отлично Все нормально Мы конечно Новости смотрели Ну С улыбкой Поскольку Мы привыкли к тому Что Пресс-служба РНБО Минобороны Постоянно брет Пресс-служба РНБО Пресс-служба РНБО 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 РНБО